Все это направлено на достижение нашей главной цели. Лучший поиск – это тот, которого не было. Будьте с нами. В семье Рудометкиных оба родителя – волонтеры. Дарья вместе с мужем – добровольцы проекта «Лиза Алерт». Муж занимается поиском пропавших, а Даша делает все, чтобы несчастных случаев было как можно меньше. С помощью игровых квестов, презентаций и мультфильмов малышей их родители обучают основам безопасности. В прошлом году команда проекта провела почти 400 профилактических мероприятий. Лекции прослушали свыше 10 тысяч человек. У меня у самой двое детей. И на самом деле это очень страшно, учитывая, какая статистика. То есть в год в России пропадает около 15 тысяч детей. 80% находят живыми. Около тысячи детей находят погибшими. Еще около 10% не находят. И на самом деле, когда у тебя свои дети, и ты видишь вот эти истории, ну, предотвратить проще, чем потом искать. Конкурс «Добровольцы России» проходит в десятый раз. В этом году из-за эпидемиологической ситуации региональный этап, в который входит защита проектов, в режиме онлайн. Из Самарской области заявки подали 367 человек. В конкурсе 14 номинаций. В этом году появилось новое для волонтеров акции «Мы вместе», которые помогают пожилым людям во время самоизоляции. Грантовый фонд состязания – 90 миллионов рублей. Это вдвое больше, чем годом ранее. У нас подключается примерно 15 участников, а в каждой номинации где-то по 30 участников. То есть защита разбивается на два блока в каждой номинации. В течение пяти дней у нас проходят защиты. И в день примерно по 40-50 участников защищают свои проекты. «Пять важных критериев. Самое главное – выявить актуальность и проблемы, над которыми будет человек работать над проектом. Вовлеченность граждан в добровольческую деятельность – это немаловажно. Результаты – количественные и качественные. Инновационность проекта и связь, то есть логика в проекте, какая цель, задача и основные результаты». В июле лучших участников регионального этапа ждет полуфинал. Он пройдет на окружных формах по всей стране. А в конце года, в День добровольца, 5 декабря лучший волонтер страны получит награду из рук президента Владимира Путина. Это будут средства на реализацию собственного проекта. Мария Левина, Григорий Плешаков. События.